Девушки отдыхают Некоторые Ньюфонленды работают спасателями. Этот парень может спасти двух человек сразу, или даже больше. Они ни перед чем не остановятся, чтобы спасти людей. Именно для этого и была выведена эта порода. Такова их миссия. Эти собаки лучше всех остальных подходят для семей с детьми. Нэна, обожающая детей собака в Питере-Пенне, тоже была Ньюфон. Американский клуб собаководов различает четыре окраса Ньюфонлендов. Черный, самораспространенный, коричневый, серый и бело-черный, так называемый лэнзер. О происхождении этой породы ничего доподлинно неизвестно. Есть предположение, что родоначальником породы была большая перенейская собака, которую рыбаки привезли на остров Ньюфонленд в 15 веке. Затем ее скрестили с мастифом и французской гончей. Но специалисты сходятся на том, что несмотря на европейское происхождение предшественников Ньюфа, родина его – остров Ньюфонленд. Для такой опасной работы собаке требуется спортивное телосложение определенной навыки. Во-первых, чтобы доплыть до сети полной рыбы или дотонучего человека, Ньюфонленд должен быть большой. Размеры этого собака-бегемота подразделяются на большой, очень большой и гигантский. Самый большой Ньюф в мире был в длину от носа до хвоста почти 182 сантиметра и весил 117 килограммов. Это параметры небольшого слоненка. Кроме того, Ньюфонленд никогда о себе ничего не ломает. При таком огромном весе и внушительных размерах, они удивительно владеют своим телом и легко побеждают океанские волны, приливы и отливы. У него просто огромные легкие. Их объема хватает для заплывов на дальней дистанции. Шерсть у него плотная, двухслойная и мысленистая. Она защищает собаку от переохлаждения в океанских волнах. Отвисшие губы челюсти не просто дизайнерская инновация. Благодаря такому устройству морды, Ньюфонленд продолжает свободно дышать, даже если его рот оказался полон воды. Водей мочим помогают его массивные передние лапы. С каждым грибком он продвигается все дальше и дальше. И плывет Ньюф не так, как остальные собаки. Водей они поочередно двигают всеми четырьмя лапами, синхронизируя движение с дыханием. Так удается плыть еще быстрее. Отлично. Беттани Каргер влюбилась в эту породу 12 лет назад. С тех пор ее семья из четверых выросла до 11. У нее двое детей и семь Ньюфов. Я подумала, если мне удалось найти собаку, которая прекрасно ладит с детьми, чего мне еще желать? Так началась огромная и всепоглощающая любовь между Каргерами и этой породой собак. Джейн была всего 10, когда в семье появился первый Ньюфи. Адмирал. У меня есть один старший брат и еще семь младших, только четвероногих. У них своя собственная жизнь, и они требуют очень много внимания. Джейн первая придумала, чем можно было бы занять этих больших и добрых собак. Итак, ребят, все сюда. Сегодня каждый от Питтсбурга до Баффало знает собак семьи Каргер. Можете сказать Ньюфаундленд? Благодаря их доброжелательности Ньюфам удалось устроиться на работу. Несколько раз в неделю эти медвежата приезжают на занятия по основам безопасности для дошкольников. Но больше всего Каргерам нравится водить своих собак на занятия, потому для чего и была выведена порода по спасению на воде. Водец. Каждое лето они приезжают на берег озера Пайма-Тунинг в Пенсильвания, где отрабатывают навыки своих собак. Самое впечатляющее испытание для собаки этой породы – спасение человека, потерявшего сознание. В этом случае собака не может найти тонущего по движению в воде. Успех спасательной операции зависит исключительно от умения собаки ориентироваться в ситуации. Как только Ньюф доплывет до человека, ему надо быстро решить, за что его хватать. При этом тянуть человека придется губами. Наконец, собака осторожно разворачивает тело и начинает осторожно, но очень уверенно тянуть его в сторону берега. Они принесли столько любви и радости в мою жизнь. Благодаря моим собакам я познакомилась с интересными людьми и получила массу новых впечатлений. Скорее всего, более толерантной, заботливой и любящей собаки на планете просто не существует. Но из-за огромных размеров эта собака подойдет не каждому. Кроме того, размер не идет на пользу их здоровью. Нужно очень внимательно следить за их весом, иначе могут возникнуть ортопедические проблемы. Уход – еще одна большая забота. У этих собак такая плотная и длинная шерсть, что ее постоянно приходится чистить. До двух раз в неделю. Все они фаундленды, которых я знаю, очень сильно. За этим тоже надо следить. Что касается условий содержания, то из-за плотной шерсти ньюфы плохо переносят жару. Но, на удивление, эти собаки отлично живут в больших городах. Очень хорошо в квартирах. Им не требуется частых упражнений, конечно, неплохо в лобах, но они отлично чувствуют себя и на диване. Если говорить о дрессировке, то ни одна собака не поддается ей лучше, чем ньюфи. Они очень терпеливые, очень умные. И они хотят угодить хозяину. Ньюфи – самая семейная порода из всех существующих. Итак, подведем итоги. Он может жить в квартире, но не выносит жару. Из-за большого веса у него могут быть проблемы с суставами. Уход за ньюфом будет занимать много времени. Лучше остальных собак поддаются дрессировке. И самый лучший питомец для семьи, где есть маленькие дети. Молодцы, женой ребят.